Золотым листопадом Ветер вальсы танцует С тополиным листом За окошком береза В сарафане нарядном Устилает тропинки Шелковистым ковром За окошком береза В сарафане нарядном Устилает тропинки Шелковистым ковром Одна из песен Лидии Холодной стала музыкальным сопровождением к фильму «Наша Родина, Маршанск». Это не единственное произведение композитора, которое наш телеканал использовал в работе над лентой. С творчеством Лидии Николаевны знакомы многие маршанцы. Она частый гость городских мероприятий, вечеров, встреч, заседаний, клубов по интересам. Ну а наш интерес к щите холодных вызван событием последних дней мая. Впрочем, обо всем по порядку. Весной этого года мы узнали о том, что проводится конкурс, всероссийский конкурс «Семья года 2019». Этот конкурс уже проводится в четвертый раз. Я сначала прочитала объявление, было на официальном сайте администрации города Маршанск на фейсбуке. Задумалась, думаю, ну может быть поучаствовать, потому что в принципе мы уже отпраздновали серебряную свадьбу. Есть что показать, есть чем гордиться, есть о чем рассказать. Задумалась, но как-то так отложилась в памяти. А буквально спустя несколько дней мне позвонила представитель соцполитики администрации, конкретно Наталья Владимировна Сучкова, и предложил поучаствовать в конкурсе. Но тут уже мы решили участвовать. Если участвовать, то достойно. Объемный пакет документов, фотографий, видеоролик и специальных конкурсов, новые стихотворения. У реки Маршанске есть красивый дом. Там цветет клематис летом под окном. Там весной подснежник расцветает вновь. И храня традиции, там живет любовь. Скульптор и художник, а еще поэт. Вот такое трио, творческий букет. В этом доме дружат с музой, красотой. Мир в семье холодных, счастье и покой. Пара родом из семей, где традиции хранили. Мать Ивана, отец Лиды. В дар от Бога получили мастерство живописать. На полотнах воплощать красоту природы нашей. И о ней стихи слагать. Эти ярких два таланта передались Ване с Лидой. Только он стихов не пишет, а она наоборот. Пишет наш Иван картины. Пишет на холсте, что видит. Ну а Лида песни пишет. Да еще их и поет. Кто же в их семье родился? Ну, конечно же, художник. Стала мастером скульптуры их от Рада Лерочка. При задатках всевозможных просто было невозможно девочке иной родиться. С рода снята Мерочка. А история семьи холодных началась со школы. Конечно, Лида и Иван тогда были еще детьми. Но первые чувства оказались серьезными. На одном из новогодних праздников Снегурочка Лидия приглядела холодного паренька. Завязалась теплая дружба. Была и первая совместная работа В областном творческом конкурсе. И вот так случилось, что победу в этом областном конкурсе В написании сочинения одержала я. А победу в поделке, Ну, то есть, ковер ручной работы Одержал мой тогда Будущий муж Иван. Ну, то есть, он был шестиклассником. Вот мы победили с ним в этом конкурсе. Получается, областной конкурс была победа. Ну, и так как-то потом сложилось так, Что я стала писать стихи, я пишу песни, Я, ну, исполняю эти песни. То есть, бард. А мой муж Иван пишет картины. У него такое хобби. Конечно, когда он может в свободное от работы время? В последнее время это почти не получается. Он художник. Художник-самоучка, художник без образования. Но картины прекрасные. Кроме того, наша дочь пошла тоже по нашим стопам. Дочь закончила сначала художественную школу в Маршанске, Потом училище в Пензе художественное, Потом поступила в Московский университет культуры. И она у нас и дизайнер по костюмам, И художник-живописец. Но самое главное ее, то, что ей нравится, Она стала скульптором по мастике. То есть, она себя реализовала вот именно скульптором по сладкой мастике. То есть, фигурки на торты. Ей это доставляет огромное удовольствие. Эта работа ей очень нравится. Ну и получается так, что мы действительно храним традиции, Потому что мой папа был художник-самоучка. И кроме того, мой папа-самоучка играл на шести музыкальных инструментах. И поэтому, наверное, играю. Но я уже с образованием на фортепиано, аккордеоне играю. И кроме того, освоил игру на гитаре. А мама Ивана, в свою очередь, художница. Поэтому вот семья хранителей традиций. Лидия Николаевна, а как уживаются две абсолютно такие разные творческие личности? То есть, у вас одно направление творчества, у Ивана другое. Вам как живется под одной крышей? Вы знаете, мы друг друга понимаем. Может быть, то, что мы друг друга знаем с детства. Мы друг друга понимаем, мы гордимся успехами друг друга. И вот даже когда 20 апреля был мой творческий вечер, третий по счету творческий вечер авторской песни в ДК, в музыкальной гостиной ДК, в качестве фона я сделала фото-выставку картин моего мужа. И, соответственно, просто мы друг другом гордимся, друг друга понимаем. И поэтому никогда никаких трений между нами, либо какой-то зависти не возникало. Лидия Николаевна, есть ли в вашей семье для вас, для всей семьи, для вас, для Ивана, может быть, для дочери, какая-то самая большая, значимая победа, либо значимое событие? Я хочу сказать, что сегодня ровно год, как мы повенчались. Ровно год. То есть, мы прожили, представляете, мы в 2015 году отметили серебряную свадьбу. И мы, конечно, о венчании думали долго. И вот, наконец, это состоялось. Это, конечно, очень значимое для нас событие. Тем более, учитывая то, что покрестились, мы в свое время тоже во взрослом возрасте. То есть, меня в девятом классе покрестили родители, а мой муж Иван принял крещение в 33 года. Поэтому вот повенчались в 2015 году. Это для нас очень важное, значимое событие. Но так еще в свое время, в 97 году мы попали с ним, так как мой Иван фактически по национальности немец, но записан русским, а немец, потому что мама немка. Мы в 97 году попали во Франкфурт на Майне. Было такое мероприятие, короче, где собрались разные семьи с разными вероисповеданиями, с разной расой даже. И нас там признали россиян, единственной парой из России, признали лучшей парой. В конкурсе «Семья года-2019» участники со всей Тамбовщины. Подведение итогов 30 мая. Приглашение получили лучшие семьи. Конечно, в душе мы очень так надеялись на то, что оценят, возможно, нас по заслугам, надеялись на беспристрастные жюри. Но, тем не менее, когда все так и получилось, для нас это была очень большая неожиданность, это был очень большой сюрприз. И когда объявили, что семья Холодных стала победителем, конечно, это было очень в номинации «Семья-хранитель традиций». А вот то, что вы стали победителем этого конкурса, для вас важные, значимые события? Да, очень. Можете причислить к значимым? Да, очень. Потому что, я уже сказала, это было сверх всяких чаяний. Мы втайне мечтали, но как-то совсем не рассчитывали на победу. Ну, потому что мы прекрасно понимаем, что участвует вся область. Но это было очень значимое событие, поэтому я до сих пор еще поверить не могу в то, что мы победили. Номинации в конкурсе 5. Семья-хранительница традиций, сельская семья, золотая семья, молодая семья, многодетная семья. Еще одна семья из Маршанска, Замятинах, одержала победу в номинации как лучшая многодетная семья. Репортаж готовится. Впереди у победителей всероссийский этап конкурса. Закружила Маршанс золотым листопадом. Ветер вальсы танцует с тополиным листом. Слышу крик журавлины, Провожаю их взглядом, Приглашаю вернуться К нам с весенним теплом. Слышу крик журавлины, Провожаю их взглядом, Приглашаю вернуться К нам с весенним теплом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин